Приветствую вас, господа! С вами Става Римас. Ну что ж, это у нас внезапный подкаст касаемо всех наших делов на нашем канале. И я в этот раз расскажу, что будет выходить в ближайшее время на нашем канале. В общем, усаживаться поудобнее. Поехали! Как вы знаете, ребята, наш канал вообще изначально был посвящен именно только исключительно историческим играм, стратегическим играм. Ну и в этом плане. То есть, одно направление было. Потом, после выхода ROM 2 Total War, вышла другая игра. А именно Elite Dangerous. Как вы знаете, Elite Dangerous это уже про другое совсем. Это, во-первых, фантастика, во-вторых, космический симулятор, космос, корабль, планеты, галактика, ну и тому подобное. В то время мне было очень сложно адаптировать свою аудиторию. Потому что у меня была аудитория именно ROM 2 Total War, а потом бац, и Римас начал снимать вообще другое дело. Это какая-то элитка, это что за днище, это что за говнище, ой, отписка, дизлайк, давай, до свидания. Я с того времени уже начал немного смешивать, как говорится, свой контент. Потому что я уже, как говорится, достиг ту цель, куда я шел. Именно привлечь всю аудиторию по стратегическим играм, именно Total War. Все, эту планку я заполнил, там дальше уже выше головы я прыгнуть не могу. Ну, сами знаете, да, серия Total War и ROM 2 Total War, она не так уж популярна, если сравнивать GTA или что какие-то там. Это уже другой контент, это уже более популярный контент. Там, GTA, CSGO, Dota и шмот, ну вот это, все эти игры. И, ну, с того момента я уже решил немного смешать свой контент, чтобы немного, как бы, люди подписывались не только на какие-то там исторические игры и все. То есть на этом, да. Чтобы они подписывались на какие-то симуляторные игры там и так далее. После Elite Dangerous вышел Attila Total War. Мы начали сильно снимать Attila Total War, там такие болевые серии пошли, вы уже, наверное, все знаете, да. Но я рассказываю для тех, кто недавно подписался, кто впервые на нашем канале, там или уже как месяц-два-три играет. Ну, там, помимо, конечно, Attila Total War и этих игр, мы снимали с вами Warband, а именно Mountain Blade. Снимали какие-то первые взгляды, там, разные игры, но у нас основной акцент был именно на Total War серию и, конечно же, Elite. По сей день мы с вами Elite снимаем. По Total War, как вы могли уже заметить, у нас немного сократились те самые серии. Ну и тут пошло-поехало, Римас начал снимать все полностью, все подряд, что увидит, что движется, что шевелится и так далее. И с этого момента пошло у нас что-то не так на канале. То есть кто-то подписался, кто-то отписался, кто-то подписался, остался, не смотрит, кто-то отписался, потом подписался. Короче, вот это все дело смешалось. В итоге у нас 100 тысяч подписчиков. И да, к этой цифре я, конечно, не стал делать подкасты. Знаете почему? Вот, ребят, честно. Потому что у нас нет реальных этих 100 тысяч подписчиков. Нет, вы не думайте. Я здесь не накрутил ничего там, ничего нет. Время меняется, люди меняются. У кого-то работа, у кого-то учеба, у кого-то дети, у кого-то внуки даже. У меня даже 5% ребята 50-60 лет аудитория. То есть это официально, как говорится, аналитика Ютуба. А вообще у нас, если так посмотреть, я вот сейчас перед вами будет стоять скриншот. И вы увидите, какая у меня аудитория. Это, конечно, конфиденциальная информация. То есть многие ютуберы не любят это показывать. Потому что у многих там до 18 лет в основном основная аудитория. То есть это детишки, ребятишки, которых делают нечего. Приходят со школы и смотрят и накручивают просмотры остальным ребятам. А именно на таких играх, как CSGO, популярные игры, как GTA, Dota 2 и так далее. То есть люди хотят сидеть и смотреть, как стример или ютубер, как говорится, веселить их. То есть там какие-то эмоции. Вот как недавно у меня один, ребятишки не один, а многие говорят. О, Тримас, ты какой-то неэмоциональный. Ой, все, давай, до свидания. То есть, ребят, я такой, какой есть. То есть я не люблю наигрывать свои эмоции. Ой, я орать там, как этот. Это не мое. Я буду всегда есть и буду естественным. То есть какой, как, вот я даже не надо матерюсь. Это, конечно, плохая черта. Я никому не рекомендую это делать. Но бывают такие моменты, что у меня вот прям жестко бомбануло. Как вас тоже бомбить иногда в комментушках и так далее. Бывает, я троллю вас, именно, ребята, вас. Но это ради того, чтобы... Но я такой человек. Я вот недавно у нас дедушка моей жены. Ну, не дедушка, а двоюродный дедушка, получается. Он настроил себя, ему 83 года. Да, 83 года. Он настроил себе интернет, ему купили... Ну, не он настроил, ему настроили интернет, ему купили там ноутбук. Старый-старый, он там загружается 2 часа, когда в минуту заходит и так далее. Он попросил меня настроить скайп. Короче, я ему настроил скайп, объяснил, как этим пользоваться. Это прошло где-то около полтора часа, как я все это объяснил. И он мне говорит, вот это вот, где-то Windows говорит, можно какую-нибудь картиночку другую поставить? Ну, я говорю, да, можем. Я говорю, телочку можно туда поставить? Хорошую. Там все дела туда-сюда. И там жена его, бабушка. Я говорю, давай-давай, поставь. Ну, вот видите, я начинаю. Я его не троллю, я как бы щучу. Я сам по себе такой человек. Я могу так затроллить, что люди не поймут. Ну, ладно. Ну, я такой. Поэтому, ребят, не обижайтесь, если я там говорю, там, ребятишки, туда-сюда, там, школа, давай, до свидания, там, и так далее. Это всего лишь шутка. То есть, без шуток я не могу жить. Я такой сам по себе. То есть, я такой человек. Ну, ладно, давайте проедем это дело. Ну, все, ладно, поехали дальше. По поводу рекламы на нашем канале. Ух, уж эта темка. Темка-то непростая. Темка-то серьезная и золотая. Ух, как бомбануло-то. Как бомбануло, ребятишек. Просто жесть. Я такого, конечно, ожидал, но такого исхода я не ожидал. Римос продался. Да ладно, это понятно. Потому что я сам в конце видео, вы видели, а, в последнем видео про компьютеры, то, что я там типа, ой, Римос продался. Я озвучил именно злого школьника, который сидит, у которого подмышка воняет, там, два дня не мылся, он, и вот он орет, там, кричит. Вот именно этого я озвучил. Вы не обижайтесь, это я не про вас. Это я про того, именно, кто кого бомбит. Кто, как бы, ну, бомбануло, короче, жестко. Опять же, я шучу. У меня, возможно, для кого-то покажет, что это черный юмор, но я всегда этим пользуюсь, да. Ну, что ж, ребят, реклама, да. Ну, как бы, да, реклама. Вот вы включаете телевизор, там тоже идут рекламы. Даже какие-то официальные каналы, у всех есть реклама. А вы что думаете? Все вот эти ютуберы, которых вы смотрите помимо меня, они просто так для вас, для того, чтобы вас развеселить и вам угодит это делать? Да ни хрена, чертовзывай, идите вы налево. Вы что думаете, что это все так просто? Все это спроста, все. Я вот играю, я показываю, как я играю, и все, давай, до свидания. И, то есть, вы что думаете? Римас, съенок, тут ради вас, тут херачи, все это дело. Нет, ребята, я не ради вас. Это, 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 это как бы чудесная правда, да. Это, 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 может быть, для кого-то больно. Может быть, вы сказали, ой, Римас, я думал, что для нас все это дело. Да нет, да, я уважаю свою аудиторию, да, ну, у каждого есть своя жизнь. Каждый должен, как говорится, обеспечивать свою гребаную жизнь, чтобы он что-то кушал, чтобы он что-то делал и так далее. Я очень уважаю свою аудиторию, ну, когда вот такие вот вещички как бы начинаются там, да, и так далее, продался и так далее, вот, сколько тебе заплатили. Да какая вам разница, сколько мне заплатили, ребят? Какая вам хрена с два разницы? Кто вы такие, чтобы я вам говорил, сколько мне заплатили? Я же у вас не спрашиваю, сколько вам платят Какая у вас зарплата Какая зарплата у вашего папы или мамы То есть это именно я говорю для детишек Это не для основной своей аудитории А именно детишек, который вот эти все спрашивает Ребята, я понимаю, что у вас Возможно, другая психология И приходной возраст Но такие вещи никогда не спрашивают в реальной жизни Вот вы станете взрослыми людьми Вы поймете, что это такое Вы поймете, когда Когда вы сами будете зарабатывать деньги Когда вы будете чувствовать это дело Когда вы будете Достигать свои цели И так далее Вы поймете, что такое Когда вас спрашивают, сколько ты зарабатываешь деньги Какие деньги ты Сколько тебе заплатили Вы даже, возможно, жестче ответите Вы скажете, просто пошел ты нахер Кто-то такой И так далее Такие вещи не задают взрослые Адекватные люди Я понимаю интернет Я понимаю, что интернет у нас без паспортного контроля То есть каждый тролль может зайти И начать всякое печатать От этого не избежать Тем более у нас в российском Русском СНГ сегменте Все это дело понятно Есть тролли, есть школы Но они просто сразу Быстренько улетают в бан Но поймите мне, пожалуйста, ребята Я, конечно, взрослый человек Я много чего пережил У нас были проблемы И финансовые, и не финансовые Кто-то болел И все это дело мы пережили Я знаю, что это такое Тем более я знаю, что это зарабатывать деньги На этом канале я зарабатываю деньги Я говорю честно И все ютуберы Все стримеры Все, и дрите его налево Все, что вы видите на ютубе Это деньги Это денежный оборот За просмотры Рекламные какие-то услуги Это все деньги Все это не просто так выходит Вот вы смотрите там, да Как этот чувак кривляет свою рожу А в душе Он наоборот говорит Как они мне заебали Как я ненавижу этих, блядь, школоты Он в душе это делает Поэтому я не кривляю свою рожу Я такой, как есть Я снимаю видео так, как могу Я никогда не ставлю Какие-то там перед собой задачи А вот в этом видео Я, наверное, расскажу этот прикол Думаю, вы, школа тебе понравится И так далее Я этого не делаю Я естественный человек Если я где-то проиграл Я переигрывать не буду Никогда Я буду продолжать Если я просрал здесь Значит, это так произошло Если это Я никогда не люблю доминировать В своих видео Я не люблю показывать доминацию Да, она привлекает Именно молодое поколение Но взрослые люди Которые тоже сидят на работе У меня есть взрослые люди Которые подписчики Со мной общаются И мне пишут И так далее Даже предлагали сумму денег Я всегда отказывался У меня есть реальные люди Вот среди вас Эти люди смотрят Они мне предлагали много чего Они мне говорили Римас Вот такой, какой есть Почему у тебя Так мало просмотров Да потому что Мне в основном Нормальные школьники Которые смотрят меня Они смотрят Они нормальные школьники А основная Масса школьников Это Ну как бы тоже нормальные Ну в наше время Ну в наше время Это уже нормальные школьники Которые они любят Когда какие-то эмоции Там кривлять И так далее Когда стример Что-то делает Ну вы поймите Я такого не могу делать Я не могу Перебрыгнуть через себя Именно вот Я не знаю Там Притворяться Что все нормально Ребятишки Я вас люблю Я вас уважаю Ребята Я всех уважаю Я поэтому никого Как бы не добавляю в друзья Потому что я начал Первый Когда начал свои Да вот мне вопрос Вот Римас Никого в стим Не добавлять Никого в контакт Не добавлять Доброе утро Господа Я когда начал Добавлять всех подряд Друзья Мне начали писать И конечно же Я технически Не смог Им ответить И в итоге Получилось так Что вот ты Римас Ты такой сикой Давай до свидания Люди обижаются Поэтому Я думаю Что это Невозможно сделать Ребята Всех добавлять Друзья Ну и я надеюсь Вы поймете Вот вы Были Вот Если бы вы были Быстримерами Либо там Вот Покажите ютубера У кого Более 100 Подписчиков Которые добавляют Всех в друзья Ну если вы найдете Кого-то Он по-любому Вам не ответит Если вы ему Даже напишите Он просто Не просмотрит Ваши сообщения Ну потому что Это физически Нереально Это технически Нереально Просто Морально Это нереально Всем ответить Всем отвечать Тем более Я добавляю Только общаюсь С теми С кем Кто меня знает Кого я знаю Тем более Поэтому вот так Поэтому я не добавляю Никого в друзья Я добавляю Тех Кого я Хорошо знаю И знаю Что он мне не будет Спами там Просить какие-то Детские вопросы Это одно Да ребята Такой жесткий Стрим у нас Да Такой Можно сказать Стрим Тфу блин Подкаст Негативный Может быть Сказать подкаст Ну я бы Я бы сказал Своё Какой Есть Такой Есть Вы Как бы Да Вот Как-то Так Попаду Total War Attila Что ж Скоро Будет серия Это не из-за того Что Вот Вы У меня надоели На Берите Давайте До свидания Вы Как вы Поняли Если я не люблю Если она мне надоела Я не снимаю Тупо Просто не снимаю А вот Сейчас я хочу Поснимать Потому что у меня Новый компьютер Где рекламу сделал Где я получил Очень много денег Кстати я сейчас С бабами сижу Рядом Просто я Деньги же получил Нет Я сейчас На Гавайях Короче Там Сесястые бабы Рядом со мной За ваш Как бы За то что вы смотрите Меня Ребята Я нормально так Шипую Вообще Офигенно Ну и конечно же Total War Будет Когда будет Скоро Вот По поводу Элитки Конечно же Будет продолжаться Эта игра Будем Это замечательнейшая Игра Это моя Любимейшая Игра Star Citizen До этого Пока еще Далеко Возможно В 2016 году В конце Может быть Как вот Сейчас у нас Сентябрь Будет открытый Космос Только уже 16 год Возможно Но это уже Потом Ну и еще Есть много Замечательных Игр Как Взять Например Анну 2205 Вроде Когда называется Игра Да Она у меня уже Есть Я жду ее Выхода Это очень Хорошая игра Если честно Я играл 1404 Анну Это я Там очень Долгое время В него играл Строил Там Воссенял Восточные Здания Там С западными Островами И так далее Следующая серия Часть Она мне не сильно Так понравилась Я надеюсь 225 Все таки Хорошая Будет Игра И Надеюсь На это Дело Ну что ж Скоро будет Fallout Это понятное дело Это самая популярная Игра В свое время Будет Да То есть Когда Она выйдет Это конечно же Будет Все ее снимать И я ее буду Снимать Потому что Игра От создателей Skyrim Ну это Понятное дело Что это Долгие Съемки Офигенные Приключения И тому подобное Что касаемо Армы Арма 3 Altis Life Конечно же Будем продолжать Эту замечательную Игру Замечательный Проект И Я думаю Скоро будут Чудесные видосы У меня уже есть план Так что Ожидайте Господа Ну а Всем остальным Ребята Кто смотрит нас Несмотря на то Что Римас продался И Начинает там Какие то Делать подкасты Непонятные И Кто не обиделся На меня конечно же Огромен Вам спасибо За то что Вы есть Все таки У нас Основная аудитория Это нормальные ребята Разных возрастов Без исключения И Есть хороший комментарий Вот мне нравится Когда ребята Комментируют Какие то вопросы Реальные спрашивают Там Между собой общаются Когда кто то Друг друга посылает Они сразу Оба улетают В бан У нас У нас такая вот Цензура Ребята Да В коментушке Цензура Римас Ты такой Ты сикой Ты на баз Не снимай В бан Сразу Я критику Не терплю Я такой человек Ребята Привыкайте Римас Ты не умеешь играть В деле игру В бан Римас Ты Опять такой сикой В бан Римас Ты вот так Неправильно делаешь Лучше вот так сделай Мое мнение Вот так вот Лайк Римас Ты Короче Вообще полный нубас Ты бы лучше так сделал Короче И там Лайк Вот так вот Знаете То есть Когда человек критикует И говорит уже Какое то решение Да Лучше так сделай И так делай С уважением Да То есть Это конечно Я лайкаю Такой пост А когда человек Просто говорит Ты такой Такой сикой Давай до свидания Бан Римас Или так Или так Ребята Согласных В ссылку Не согласны Расстрелять Здесь у нас Ребят Демократии нет Вы в моей империи Империя Римас Под названием Ладно Ребята Желаю вам Удачи Не бомбите Всем До скорых встреч Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...